Всем привет дорогие друзья, с вами Таски и давненько не была серийка. Сегодня я буду снимать видосик без моего лица, потому что, ну, увидим, возможно, некоторым не нравятся именно мои видосики, потому что я снимаю, я начал снимать с моим лицом слева, а некоторым наоборот больше нравится, потому что они чувствуют себя, не знаю, там как-то, как-то, не знаю, атмосфера другая, когда, типа, ты смотришь видосик, кто-то комментирует, ты видишь человека, который комментирует всё это и так далее. Поэтому сегодня будем делать просто видосик, как в старые добрые времена, и буду рассказывать вам про свою покупочку, потому что я продал, у меня был, короче, McLaren на номерах МАК-001-97 регион, я его продал, и у меня ещё была ещё другая тачка, я забыл, стоп, что мне было, у меня была М5F10, у меня были даже две штуки, и так получилось, что я их продал, потому что, ну, не знаю, МАК мне что-то не зашёл, я даже не захотел сделать себе серийку записать, потому что я не видел смысла, мне не нравится эта машина, ну, так, знаете, прикольная, интересная, но не моё уж точно. Поэтому я решил купить себе одну тачку, тачка, которую, которая, от покупки которой я постоянно себе отказывал, я посмотрю, если, если, ну, нет, она не там, от которой я постоянно отказывался. Я не знаю, почему, я всегда говорил, говорил, нет, не хочу, нет, не надо, и, наконец-то, я решился её купить. Сегодня вы узнаете, что это за машина, хотя, я думаю, вы уже по превьюшке узнали, но я, как всегда, в своём стиле, держу дешёвую интригу, поэтому, пацаны, давайте-ка, давайте-ка встретим мою новую Audi R8. Это Audi R8, точно такая же, которая была у Булкина, но просто посмотрите на эти номерочки. Это RRR, 3 восьмёрки, 190 регион. В перламутре всё очень классно, прям, просто посмотрите на эту машину. И самое удивительное то, что я её купил почти что за цену на БУ рынка, то есть цену БУ рынка. То есть, получается, я купил Full Blood, Audi R8 за такую цену, это просто копейки. Потому что, ну, сам этот номер стоит лямов 5, я думаю, потому что это 190 регион. Ну, ладно, окей, 4 там ляма. Если даже продать его за 4 ляма, это получается, что как будто я её купил, не знаю, там, получается, за 9 миллионов, на самом деле. А 9 миллионов за Audi R8, это ниже даже слива на БУ рынок. Поэтому я очень даже счастлив, я думаю, потому что у меня ещё тут очень классный... Да. Очень класс... Классный чип, короче, на нём. Примерно так... Примерно так она выглядит внутри. Очень классненькая, прикольная, весёлая тачка. Что, у неё ещё очень какой-то странный чип, я не знаю почему. Я катался на Audi R8... А, нет, стоп. На-на-на, ясно. Типичный видосик Таски, да? Угу. Короче, я катался на Audi R8, по-моему, только... А, только когда я играл с... Был на видосике у такого ютубера, как... Вадик, короче, да? Да. Стоп. Вадик гейм-чанел, точнее, если сказать. Я там был... Участвовал в гонке, типа, R8 против Хуракана. И там, короче, да, я играл... Я... Фига. Я покатался первый раз в своей жизни последней на Audi R8. И поэтому, пацаны, просто давайте-ка заценим её. Тут, короче, очень странный какой-то чип. Я уже говорил это, по-моему, да. Но при этом она прям, не знаю, как-то наваливает очерника. Просто давайте-ка посмотрим. Нормально, давай-давай-давай. Я знаю, что у меня опять не будет звуков и замта. Я ещё не решил эту проблему, но всё же. Просто посмотрите, какая она бешеная. Я не знаю, почему она чувствуется прям дико бешеная, но при этом у неё максималка намного ниже, чем... Чем у... Как она называется? У Хуракана. Хотя, по сути, блин, эти тачки типа одинаковые, как все говорят. Хотя, кстати, вот реально, а в чём прикол? Типа... Фига. Считается, что эти машины одинаковые, потому что обе в 10, там 4... Стоп. Стой, а сколько литров? Я уже забыл. Короче, 610 лошадиных сил, бла-бла-бла, там, если это Audi R8+. И получается, это одинаковые машины, как с Хураканом. При этом у них максималки вообще совсем разные. И ещё я заметил то, что у неё она очень странная какая-то физика. У неё физика, знаете, какой-то тачки, которая очень широкая, но при этом очень малюсенькая. Не знаю, как это объяснить. Короче, она просто очень широкая чувствуется. Это точно так же было ощущение, когда катался на Porsche 911. Я не знаю, я доволен. Вот, не знаю. Просто я хотел... Я очень давно думал купить себе Audi R8. И, наконец-то, я её купил. И прикол в том, что, блин, ну, реально хорошая тачка, интересная. Я очень любил Audi R8, но после того, как её купил Булкин, то чё-то мне показалось, что она, не знаю, ну, чё-то разнравилась сразу. Да, опять, ясно. Короче, вдруг она перестала мне нравиться. Не знаю, почему, когда я купил её Булкин. А ещё тогда каждый второй на CCD начал покупать эти машины и красить в жёлтый свет. И самое удивительное, что я даже эту машину купил в жёлтом свете. И я не знаю, блин, чё у всех такая мания постоянно повторя... Что со мной не так? Повторять всё за каким-то ютубером. Ладно, я ещё понимаю, знаете... То есть, окей, я смотрю его с 2013 года. Но прикол в том, что даже я не повторяю такое. Они берут каждый... Не знаю, каждую тачку его просто берут и копируют, копируют, копируют. Я не понимаю, в чём прикол. В чём веселье от этого, что твоя тачка не имеет никакой индивидуальности. Она просто копирка других серверов. Ну, окей, ладно. Хотя в жёлтом свете, кстати, она выглядит прям очень сочно, очень классно. Давайте-ка сразу-ка заедем. Хотя, может быть, даже куплю... Не, сначала я заеду на аукцион. Я хочу посмотреть, вдруг там найдётся ещё какая-нибудь тачка интересная. А пока что давайте-ка я сделаю перерывчик, чтобы... Не крашнулся видос в самый интересный момент и всё не сохранилось. Ну вот, я уже на боу-рынок. Что боу-рынок? Может быть, аукцион, да, Тудор? А какой Тудор? Таск я хотел сказать, потому что, да, моё имя не все знают, настоящее. Поэтому давайте-ка посмотрим, что же я хочу себе купить. Это тут говно ГТР, который никому не нужен. МСК-111, 77-й регион. Круто, круто, круто. Я ещё заметил... Стоп. 11 лямов за 0.08.91. Ну, что... Ну, такой. А. Ммм, я понял. Я заметил, что у нас в последнее время прям сливают всякие дикие номера за... То есть на CCD, прям на третьем сервере, прям сливают очень классные какие-то крутые номера. Я не понимаю, кто их продаёт так жёстко и почему все вдруг сразу решились на это. Потому что до этого я помню, что такого не было. Кстати, этот... Этот багмон вчера стоял на боу-рыноке. Я думал его купить, типа, ради прикола там поприкалываться, покататься. Но не вышло. 15 лямов за R4... Что? В смысле? А за сколько тогда мой номер? Ясно? Так, давайте-ка зайдём лучше в такое и зайдём в BMW M5 F90. Либо же посмотрим на какой-нибудь Dillendos. Возможно, я сейчас прям его и куплю. Этот я уже видел. 9600 за N... Вау, 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 какие номерочки. Уф. Но у меня нету 10 лямов. Performance... Что Performance? Да. Очень классно. Тут номера, короче... То есть, тачка Димаса из Батайска. Очень классно. Но я не думаю, что она стоит 15 лямов. Вообще никак. Никаким образом, в принципе. Давайте-ка посмотрим, что есть в районе 10 лямов. В X5M, кстати, у меня нету внедорожника. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, 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 так. X5M. Спасибо. 8 миллионов и 17. Ясно. Это не мой вариантик. Давайте-ка зайдём на Mercedes. Посмотрим, какие Mercedes есть. А потом чекнем, какие есть у нас... Что я хотел сказать? Эй, Lexus. Я бы хотел очень давно себе Lexus. Так, 2 ляма. Это неинтересно. До 10. До 10. Что у нас есть? Да. 435, повысить ставку. Да, конечно. В смысле недостаточно денег. Наверное, все на руках, да? Так, TAS 025. Кто не знает, у меня есть такая, знаете, типа спецсерия собственная. Это TAS. Она называется, поэтому... Прикольно, я бы его взял, но нет. А, ну мне как раз Сашка 63, она TAS 063. Прикольно. Что у нас есть? Да, 10 лямов. Потому что у нас серийка вообще-то про R8, но на самом деле нет. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нифига. Так, 70 лямов. АМР 222, 70... 90 лямов, вы что, совсем? О, кстати, вот я... Тут я бы поставил, кстати, вставочку, да-да-да. Угу, угу. Угу, я понял. Что у нас тут еще есть? 10 лямов, 7, то есть 2 ляма. Что у него с графикой? Прикольно, а, ну, считай, нормально. 12... А в смысле, а где нормальные цены? Алло. Ауе-66. Ауе на авиа... Здоровье маме, как говорится. 6 500, 12, 2 100. Что? Почему нету нормальных... О, кстати, 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 кстати. 8.3, 8.3, 8.3. И что? Уууу. Хуракан был только... Что? Почему я повторяю постоянно, как заика? Повторяю слова. Эээ... Ому 3 7, да. Что у нас тут еще есть? Хам 3 7, я понял. Эээ... Давайте-ка сейчас что сделаем? Я не знаю. Давайте-ка посмотрим, какие еще цвета есть прикольные на это. Это у Аудюхи. Я думаю... Короче, если я буду ее все-таки продавать... Хотя, я думаю, я планирую прям на ней покататься еще, там, не знаю, 2-3 дня примерно. Ну, окей, да. Там 2-3 дня. А потом купить себе... То есть, продать ее за ляму в 15, я думаю. Если будет навар 2 миллиона, то это вообще будет очень дико. И, кстати, я у меня вопросик. Если есть чуваки, которые меня смотрят и смогут написать мне вконтакте, и не будут стесняться, так сказать, то напишите мне, пожалуйста. У меня есть такая дилемма. С одной стороны, я хочу сделать розыгрыш на 1000 подписчиков, потому что 1000 подписчиков за гором, если что. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы набрать эту цифру намного быстрее. А еще у меня другая проблема в том, что у меня бабок нету, но при этом они есть, да. То есть, с одной стороны, я бы хотел поставить... Блин, какой сочный цвет. Просто пушка. С одной стороны, я бы хотел, чтобы у меня получилось так, что у меня будет и вклад на 50 миллионов сейчас, и были бы деньги, получается. Но если у меня будет вклад на 50 миллионов, то у меня останется только 10 лямов. Получается, на розыгрыш делать 10 лямов. Или вы будете ждать еще месяц розыгрыш на 1000 подписчиков, тогда сделать на 20 лямов розыгрыш. Короче, я еще не решился, и, блин, это очень-очень сложно, к сожалению. Так, стоп. Так. Что за цвета еще идут? Audi R8. Я думаю, вообще, в принципе, все, какие тут есть. Ну, кроме... О, как красиво. У меня такой же, короче, был на... Как называется? На Авентадоре, когда я его брал. Синий, ну, не такое, конечно. На Audi синий не так сильно идет, на самом-то деле. А фиолетовый прям... Именно вот такой вот лучше даже, кстати, идет, чем такой. У меня вот такой вот, а нужно прям вот такой. Сейчас, 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 сейчас. Да, именно вот такой, стоп. Какой у меня сейчас? Ага. Я хочу больше вот так вот. Сейчас. Во-во-во. Хотя. Не-не-не, сейчас еще чуть-чуть направо. Вот, примерно такой вот. Красный тоже очень по-дьявольски смотрится. Блин, реально классно. Прям-прям-прям-прям-прям очень дико. Еще тут есть желтый. Желтый я сразу ее купил в желтом. И было очень классно. Очень прикольный цвет. Можно сделать, кстати, вот так вот еще, например. И будет вообще очень сочно, мне кажется, получится. Ну, тут это такое себе. Ну, блин. С одной стороны, очень много цветов можно на нее подобрать. Но при этом очень даже сложно это сделать. Это вообще ужас. Ясно. Минус глаза. Да, если вообще не понимаю, кто это покупает. Хотя, причем тут старые, старые, рвозы, и новые. Ладно. И давайте-ка посмотрим, тюнинг какой есть. Потому что я еще ни разу не засмотрел тюнинг. Нет, мне кажется, цвет, который был до этого, еще лучше был. Или нет? И давайте-ка посмотрим, что тут у нас есть из тюнинга. Диффузор. Стоп. Эм. В смысле? Ааа. Угу. Что? Нечто. Он вообще страшный какой-то. Комплект есть. Либерти Уолк есть на Аунир-8? Либерти Уолк? А почему только сейчас узнал это? Лол. Ясно. Эээ. Наверное, рамка, колеса, прочее. Что это у нас тут? Это пласть. Что? А у меня не такая? А почему? В смысле? Сто штук стоит? Блин. Ну, не знаю. Не знаю. Хотя вид прямо очень сильно меняется. Сто штук. Ммм. Хм. Ну, ладно. Нормально и так. Сприттер. Сприттер. О, кстати. На сприттере вообще-то нет. Нет. Такое себе. Спойлер. Сколько спойлеров. Что? А откуда так много? Снять спойлер? А, стоп. У меня сейчас баг... А. Ясно. Эээ. Вот этот вот спойлер. Нет. Нужно еще чуть-чуть меньше. Что? Короче, я поставил именно вот такой вот спойлер. Но который... А, ну у меня вообще-то по стоку именно этот спойлер. Вот и даун. Ясно. Ну, все. Примерно все. И так стоит нормально. Все красиво. По кайфу. По стилю, мне кажется. И, блин. Тачка получилась сама очень классная. Не знаю. Я, 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 я ее никогда не хотел покупать. Но все-таки я решился. Потому что была очень сладкая цена. И сама машина. Очень давно я ее любил. Ну, просто, блин. Булкин ее купил. И все начали на ней кататься. Я вообще возненавидел эту машину. Потому что каждая вторая машина на сервере. Это Аудер 8. Аудер 8. Желтая, 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 желтая. Да сколько можно, блин. Поэтому это примерно такая вот у нас история. Пишите в комментарии, если вам лучше с камерой. Если лучше с камерой или нет. Как вам нравится больше. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Таски, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Еще один раз. Всем пока, пока, пока. Еще один раз. Пока, пацаны. Продолжение следует.